Здравствуйте, поговорим о предстоящей неделе на американском рынке. На прошедшей неделе рынок демонстрировал смешанную динамику на фоне решения ставки ФРС, а также урегулирования ситуации в финансовом секторе США. ФРС, согласно ожиданиям рынка, повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4,75-5%, что стало самым высоким уровнем сентября 2007 года. Джером Пауэлл упомянул риски, связанные с банковским кризисом, а также отметил, что некоторые члены ФРС обсуждают возможную паузу в повышении ставок. Неожиданностью для участников рынка стало сохранение ФРС прежних прогнозируемых уровней по терминальной ставке на 2023 год около 5,1%. Пауэлл отметил, что повышение стандартов кредитования банковской системы будет эквивалентно повышению ставки ФРС. Это отразится в ухудшении финансовых условий и снижении экономической активности, темпов найма и инфляции. Рынок акций отреагировал на итоги пресс-конференции снижением, так как инвесторы ожидали более мягкую риторику ФРС и фокусировались на возможном развороте ДКП уже во втором полугодии 2023 года. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что вопрос о расширении страхового покрытия на все незастрахованные банковские вклады не рассматривается. Это вызвало негативную реакцию рынка. Она отметила, что правительство приняло существенные меры для обеспечения сохранности депозитов американцев, но будет готово к дополнительным действиям, если это будет оправдано. Перейдем к макропубликациям и событиям предстоящей недели. Во вторник опубликуют результаты индекса потребительской уверенности за март. В среду представят данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за февраль. В четверг опубликуют данные по ВВП за четвертый квартал и статистику по заявкам на пособие по безработице. Квартальные отчеты на этой неделе представят Люлю Лемон Атлетика и Micron Technology. S&P 500 может продолжать коррекцию, двигаясь в диапазоне 3900-4020 пунктов. Рекомендуем обратить внимание на американскую биотехнологическую компанию Halosime Therapeutics. Мы считаем, что акции компании в ближайшие месяцы могут показать хорошую динамику благодаря сохраняющимся драйверам роста бизнеса и сильному гайдансу и менеджменту на 2023 год. Также отметим привлекательную оценку компании по мультипликаторам и благоприятную техническую картину. У компании сильная рыночная позиция, высокая достаточность капитала и устойчивый баланс. Мы ожидаем, что на корзунте двух месяцев акции компании могут вырасти на 21%. Рекомендуем также обратить внимание на одного из лидеров рынка электронной коммерции Китая JD.com. Компании демонстрируют рост выручки и маржи лучших ожиданий даже в непростых рыночных условиях, а поддержку бизнесу окажет реализация отложенного спроса населения. Техническая картина также говорит в пользу покупки акций. Мы ожидаем, что на горизонте двух месяцев акции компании могут вырасти на 16%. До встречи через неделю. С вами был Илья Зубков, Freedom Finance Global.